Девушки отдыхают И мы с вами отправляемся в славный город Магнитогорск На арену Металлург Где буквально через несколько минут Хозяева площадки хоккеиста Магнитогорского Металлурга В очередном матче 9 сезона Континентальной хоккейной лиги Будут принимать минских динамовцев И вместе с вами за ходом этого матча Будет наблюдать дуэт комментаторов Сергей Наильевич Гемаев и Олег Масалев Здравствуйте, уважаемые телезрители Действительно, все ждем этого матча Ждем, когда забьет Мазякин Посмотрим, насколько хорош Металлург После серии Теперь уже выигрышных матчей Ну, с другой стороны, Минс вчера тяжелейший матч вытащил Посмотрим, есть ли у них эмоции Да, действительно, но обычно победы Эти эмоции всегда прибавляют Вот мы с вами сейчас в раздевалке Минского Динамо Лишь четвертая игра Действительно, для команды Крайга Вудкрофта в этом чемпионате Ну и вы видите, настроение хорошее Две подряд победы Сейчас начинают минчане с четырехматчевой выездной серии Этот чемпионат И вот сегодня последняя Четвертая игра Ну а затем длительная домашняя серия будет у Минска Одно поражение и две победы Ну, очень неплохая статистика Ну и вот будем сегодня смотреть Действительно, 300 километров преодолели Сейчас минчане из-за Челябинска в Магнитогорск Вот такой вот переезд И сегодняшний матч покажет, насколько действительно физики хватит На автобусе или самолет? Вот этот не уточнил Вы так сказали, я думаю, вы были уверены, что автобус Нет, я уверен, что 300 километров проехали 300 от Челябинска на Магнитогорск, это точно Ну, посмотрим Действительно, вчера сумасшедшая концовка в исполнении Минского Динамо Уступали еще на 58-й минуте 1-2 Они Челябинскому трактору И вот смогли в концовке победить Ну и мы смотрим теперь уже раздевалку Магнитогорского Металлурга Денис Платонов, пожалуйста, совсем недавно 150-я шайба Платонова Ну и если говорить о топ-5 снайперов в истории Магнитогорского Металлурга То вот как раз Платонов в эту пятерку входит Ну и совсем скоро, наверное, ждут, что на высшей... Вот и он, да, кстати Ну и ждут, что совсем скоро Сергей Мазякин выйдет на первые места Пока он на третьем месте У него 192 шайбы Ну и тут главный снайпер Евгений Корешков За всю историю 219 у него шайб А вот и Мазякин был на ваших экранах Новички, братья Казионовы Ну как-то вички сложных назвать новичками Ну, Денис это точно можно назвать А Диму-то с начашкой А на экранах вот сейчас Дима и пришел в раздевалку Дима Да, как обычно... А вот и Денис Да, вот и Денис Разминка баскетбольная Обычно он показывает, как трехочковый кладет Сергей Мазякин Как говорится, если ты талантлив, ты талантлив во всем И в баскетбол Также Мазякин здорово забрасывает Вот кресли отмечаются точными попаданиями Ну, вообще, вот сейчас действительно Съездили неудачно на выезд магнитогорцы Ну и вот последний матч против Йокерита, да Там вот сразу было таких, очень много ярких моментов для магнитки Отмечаем, что Пелину, да Первый матч провел в качестве главного арбитра Напомним, что Илья Воробьев уехал в сборную Ну и вот как раз Зарипов набрал пятьсотый очко Мазякин догнал Бориса Петровича Михайлова И игроки, на которых мы особенное внимание обращаем Что касается минчан, то вот выделяют нам Евгения Кавыршина Нападающего Динамо Пока на данный момент Евгений Кавыршин саморезультативный У него три очка, одна заброшенная шайба и две результативные передачи У Степанова две заброшенные шайбы Очень здорово этот форвард выглядит В начале этого сезона Неудачно сборная играет в последнее время Но как раз вот Степанов одно из светлых пятен Сборной Беларуси, вспоминаемый чемпионат мира В том числе недавно прошедший Ну и также Никита Комаров вчера очень важную шайбу забросил Сравнял счет с трактором Ну и вообще Комаров выглядит здорово У него один плюс один пока в этом чемпионате Ну и сейчас, наверное, будут, естественно, игроки-магнитки Криса Ли нам показывает Защитник, оплот обороны Металлурга У него уже шесть очков, один плюс пять в этом чемпионате Ну, что тут скажешь, Крис Ли... И вот тут спорная такая ситуация Конечно, он ведущий защитник без вопросов Но он обчет оплот обороны по спорю минус четыре Это не очень хорошо для оплот обороны Но неудачный, наверное, вот этот выезд, действительно Даже у Мазякина минус один И, кстати, вот эта уникальная ситуация Когда вот это целиком звено Имеет вот отрицательные показатели Плюс-минус Ли, Береглазов, Мазякин, Коварыш, Зарипов Это вот уникальная ситуация Обычно там под 30, обычно плюс 30 Обычно они доминируют Но вот начало чемпионата Неважнецкий сложилось для них Хотя опять Мазякин, Неважнецкий, 9 очков Вот и Важнецкий, Неважнецкий Да, тут сложно спорить Но сегодня нет Даница Зарипова Мы смотрим в составе Первая тройка, Коварыш, Мазякин, Больский И нету Даница Зарипова Поэтому посмотрим, как без него будет играть Магнитогорск Но начал этот чемпионат Даниц в плане результативности Не слишком удачно У него ноль заброшенных шайб и две результативные передачи Но вот действительно вот этот рубеж 500 очков наконец-то превзойдет А с другой стороны Вольский, когда играет Зине с Мазякиным коваржем Выглядит подходяще И в большинстве он выходит И вот он там много пропустил Трамировал был Присезонку очень много пропустил А вот сейчас заиграл и выглядит здорово Да, и сейчас появляются игроки Минского Динамо Представляет нам стартовую пятерку Первая пара защитников Илья Шенкевич Номер восьмой Марк Андрей Граньяни Номер семнадцатый И первая тройка нападений Александр Матирухит Номер двадцать восьмой Мэтт Эллисон Десятый и Шарль Лингли Номер седьмой И вся команда Динамо появляется на льду Вновь, как и вчера, Бен Скривенс Новичок Минского Динамо будет защищать ворота гостей Ну и, конечно же, под гром аплодисментов Стартовая пятерка магнитки Василий Кошечкин, бессменный Первый номер с первой минуты этого чемпионата Защитники Крис Ли четвертый Алексей Береглазов, пятьдесят первый Именно тройка нападений, как мы уже сказали Сергей Наэльчим Янковар сорок третий Сергей Мазякин десятый И Бойтык Вольский номер восьмой Вот он на ваших экранах Ну сейчас у магнитки действительно Последняя четырехматчевая Домашняя игра вот в этой длительной серии Победы Три одержаны, 4-1 над Амуром 2-1 над Рижским Динамо Последняя игра 3-1 над Йокеритом То есть мы видим, да, что прежде всего, наверное, стабилизировали игру в обороне Вот пропускают аккурат по одной шайбе Ну так и пропускали-то не так и много тоже Но по одной шайбе, с другой стороны забивать все равно мало Да, с прошлым сезоном, конечно, не сравнить результативность магнитки Итак, сейчас уже все готово у нас Как обычно, проникновенное живое исполнение гимна И сейчас уже будем совсем скоро наблюдать за матчем Металлург-Магнитогорск-Динамо-Минск Ждем гимнов Звучи И в исполнительной реальность И в исполнительной реальность И в исполнительной реальность Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Моя лучшая доля, великая слава, Твое достояние всем временем. Славься, святчества нашей свободной, Градский народ, а в союз никакой, Века неградная, мутная страна, Славься, святка, мы родились на дне. Прозвучали гимны, все готово к началу матча. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Металлург, Магнитогорск, Динамо, Минск. Судейскую бригаду вам сразу же представляем. Даниэль Концы, Артур Кулев, главный арбитр сегодняшнего матча, линейные судьи Максим Берсенев и Евгений Юдин. Ну и вот сегодня в траурных повязках будут выступать судьи в континентальной хоккейной лиге. 10 сентября скончался 24-летний чешский арбитр Павел Лаенко, получивший травму головы во время работы в матче. Ну и в знак солидарности и памяти о погибшем коллеге, судьи континентальной хоккейной лиги выйдут на матч чемпионата континентальной хоккейной лиги в траурных повязках. Крейг Вудкрофт на ваших экранах, новый главный рулевой Аминского Динамо. Ну и, как мы сказали, Майк Беллино, исполняющий обязанности главного тренера во время отъезда в сборную Ильи Воробьева. Состав «Магнитки» также на ваших экранах. Сергей Николаевич, ну можно ли говорить о том, что сегодня «Магнитка», наверное, на бумаге понятно, что фаворит, но о слове «явный фаворит»? Не, они не играют пока так, чтобы про них говорить «явный фаворит». Играет в основном вот Мазякин 9 очков, в каждой второй шайбе участвовал. И игра ряда игроков 3-4 звена вызывает вопросы. Да, все время мы можем говорить, надо работать, надо копать, надо пахать. Но когда ты вообще ничего не создаешь, это что-то для нападающей не плохо. Да, действительно, в плане результативности есть вопросы Манитагорскому «Металлургу» на старте этого чемпионата. Ну а что касается минских «Динамовцев», пока у них в трех матчах 7 шайб забито, 7 пропущено. Такие трудовые, волевые победы в одну шайбу одерживают они сейчас последних двух гостевых матчах над Уфимским, Салаватом, Юлаевым и Челябинским трактором. Посмотрим, насколько вот сегодня Манитагорцам удастся вот эту вот достаточно плотную оборону Минского «Динамо» преодолевать. Начинается у нас игра. Еще раз напоминаем стартовые пятерки. Матерухин Элисон, Линглия у Минчан, защитники Шинкевич, Граньяни, именно Коварш, Мазякин, Вольский, именно защитники Крис Ли и Алексей Береглазов у Магнитки. Ну хорошо играют в центральной зоне во дворе Минчани. Вот момент у Линглия, бросок! И отбивает шайбу сразу щитками здорово Кошечкин. Ну там передача Кошечкина была отлично. Он вышел из-за ворота и всегда там нервирует обычно. А тут он паузу сделал, обрезал двух игроков Минска. Так просто думал, Василий Паретов. Да, сразу же первый опасный момент, но сейчас уже Мазякин пытался бросить по воротам Бена Скривенса. Вот он, новичок Минского Динамо с достаточным опытом игры в национальной хоккейной лиге. Но там, вы видели, успел Матерухин поставить клюшку. И шайба улетела намного выше. Вбрасывание в зоне Минчан. Тут же сразу же дальний бросок Терещенко. Вторая пара защитников. Но сейчас номинально на третье Терещенко Хабаров. И тройка Осола. Тимкин Калетник. О, Магнитке. И вот сейчас пытается Тимкин прорваться по борту. И вторая пятерка у Минска. Степанов 61-й, Костицын 74-й, Гаврус 91-й. Это нападающий защитник Елисовец 14-й и Бейлин 55-й. И вновь шайба улетает за пределы площадки. Ну хорошие скорости на старте. Ну, Магнитогор сейчас кураж поймал. И играет достаточно неплохо. Да нет таких особых. И Минск, да, у них там второй матч подряд. Но с другой стороны там не летели куда-то. И хорошее настроение после вчерашней победы. Когда такую игру выигрываешь, там дополнительные силы появляются. Да, крыляет эмоции. Третьей пятерки у гостей. Кавышин 88-й, Клинхамер 12-й, Кулаков 11-й. Защитники Кристиан Хенкель 18-й, Лукаш Крайчик 25-й. И у Магнитки Косов 68-й, Филиппи 41-й, Семин 28-й. Защитники Терещенко 52-й, Хабаров 78-й. И четвертое сочетание. У Динамо Минска сегодня три пар защитников. И четвертая тройка нападений. Артем Волков 85-й, Никита Комаров 19-й, Александр Павлович 71-й. И у Металурга. Братья Казионова, Денис 77-й и Дмитрий 67-й. Это нападающие. И вместе с ними Денис Платонов 39-й. Седьмой защитник Никита Жлоба номер 5. Опять же, в Магнитогорске очень такое четкое деление на лидеров. Не лидеров по защите. И когда мы так говорим, кто-то в четыре пары. Магнитогор практически никогда в четыре пары не играет. Игра и в три. И первые две пары Антипин, Бирюков и Береглазов, Ли. Это как в Северной Америке. Они играют намного больше. У них специальные функции. Иногда меняются. Иногда Антипин играет с Ли. Но в целом это очень большое игровое время. При этом Бирюков почти большинстве не играет. Ну вот отметим, нет сегодня Бирюкова. И нет сегодня Даниса Зарипова. Это лидера команды. Вот тоже без них, я думаю, естественно, ослабнет немного игра магнитки. Ну, безусловно. Но с другой стороны, опять же, вы же сказали, Зарипов 0 плюс 2. Понимаете? А Вольский так неплохо выглядит. Хотя у меня нет вот таких сведений, почему не играет ни один, ни другой. Да, две заброшенные шайбы. Ой, так и Вольский пока в этом чемпионате. Два набранных очка. Ну, тоже нельзя сказать, что прям как-то супер стартовал в этом чемпионате Вольте Квольский. Вот сейчас минчане пытаются атаку перевести в позиционную. Но тут коварш отбирает шайбу. Крис Ли. Ну, посмотрите, достаточно так серьезно прессингуют минчане. И в итоге шайба у Роба Клингхаммера. Вот как раз Клингхаммер вчера забросил победную шайбу в матче против Челябинского трактора. Вообще так вот новички неплохо вливаются в состав минчан. И для Клингхаммера это была, кстати, первая шайба за новую команду. Раскатываются хозяева. Колетник туда вперед борьбу. Но опять, видите, численное преимущество в отборе у минчан. И момент какой с неудобной Алиссаной. В ближнем бою хорош Кошечкин. Но пока по моментам-то Минск превосходит. Они играют агрессивнее. Ну, это вот Магнитогорс так играет. Там ждут ошибки. И вот первое звено может очень сильную позиционную оттоку провести. И еще важный фактор. Ну, Магнитогорс, в принципе, это команда, вот, бригада большинства. Вот они могут забивать. Причем отметим, что в начале этого чемпионата и минские динамовцы и Магнитко очень здорово реализуют лишнего за 20% реализации. Так что это может быть тоже таким на сегодня козыремом в этом мощном противостоянии. Ну, так это очень неплохой результат. Больше 20, но на фоне ЦСКА там 40 с лишним. И там Сочи забивает невероятно. Опять же Лада. Лада. Ну, вот эти команды тоже так очень прилично выглядят. Ну, это, я думаю, конечно, 40-то ни у кого не будет к середине чемпионата. Ну, и 30, это блестящий показатель. Итак, смотрим, как сейчас пытаются начать атаку Магнитогорцы. Креслеем по борту, а там никого. Кстати, отметим, что первые периоды команды играют здорово, пока ни минчане, ни Магнитогорцы ни разу не уступили в стартовых 20-ти минутках. У Магнитки 5 побед, 3 ничьи, ни одного поражения. Минские динамовцы все первые периоды так аккуратненько играют ничью. Вот сейчас перехват. Где-то ошибка. Воспользуются ли эти Магнитогорцы? Дальний перевод на Казеонова, который Дмитрий. Дальше Платонов. Казеонов, Денис, туда за ворота. Очень мощное звено, я думаю, Магнитогорск. И вот сейчас Кривенс справляется с броском Дениса Казеонова. Хорошо в портере щитками играет. Первый такой достаточно опасный момент со стороны Магнитки. Ну вот как раз Денис Казеонов, у него хорошие снайперские качества. Чутье голевое, позицию здорово выбросает. Выбирает бросок неплохой. Ну и сейчас Ярослав Хабаров так набрасывает на ворота. И в брасывании будет около ворота Бенес Кривенсу. Ну и вот, пожалуйста, Крэй Квудкрафт на ваших ранах. Достаточно новое лицо. Помогам его сейчас на прошедшем чемпионате мира. Льюису. Ну и вот сейчас стал главным тренером Минского Динамо. Ну а до этого в Германии. Работал с Мангеймом. Сначала в качестве второго тренера выиграли чемпионство. Но, правда, потом, когда уже он стал главным тренером, команда 10-е место заняла в чемпионате. Такие противоречивые показатели. Почему тогда на нем выброс остановил Минск? Ну вот там какие-то внутренние дела, внутренняя кухня. Ну посмотрим. По крайней мере, стартовали минчане неплохо. Две победы и одно поражение. Ну и я все-таки думаю, с таким подбором исполнителей команда вправе рассчитывать на попадание в плей-офф. Запад дело тонкое. Но сложно. Я согласен, что это будут места как раз пограничные. Я и говорю, что там вот на Западе там 4 суперклуба, которые точно попадут. И еще 10, которые, вот как вы сказали, очень вероятно, что попадут. Но их 10, а 4 места. Да, это точно. Действительно, некоторые команды удачно стартовали. Как, например, московский «Спартак», который будет биться за плей-офф. И гол! Вот это да! Ошибается Кошечкин. И посмотрите, празднует успех Александр Павлович. 1-0. Вот это да! Вот это начало. У Василия вот несколько шайб уже вот из этой серии. Неожиданно, как вы говорите. Казалось бы, да. Бросок. Приходит в круг выбрасывания. И да, в домик забрасывает шайбу Александр Павлович. Это его первая шайба в чемпионате. Капитан Минчан открывает счет. Набирает второй свое очко. И 1-0. И 1-0. И 1-0. Всевышнего благодарит в том числе Александру Павловичу. За то, что отвел клюшку Кошечкина от шайбы? Наверное. Ну, потому что вот по технике видно, что Кошечки был абсолютно уверен, что он сейчас ставит клюшку на льду. И шайба улетает там за ворота. И все. И так. Не понял. Чуть выше держал, чем необходимо. И шайба пошла под клюшку. Вот так вот у нас счет открыт. И открывают его минские динамовцы. Вот теперь магнитка должна более активно идти вперед. Мы отмечали, что хорошо проводят стартовые отрезки магнитогорцы. Но вот сейчас не доглядели, не досмотрели. Ну и где-то не выручил, конечно, мягко говоря. Василий Кошкин и пятак передачи. Вольский там пытался подставить клюшку. Но сразу два игрока Минска ему мешали. Мазякин делал передачу обостряющую. Да, достаточно жесткий такой пас был. И подправлял боль. Ну и мы видим, да, что практически заполнена арена. Здесь в Магнитогорске. Ну и хорошее настроение на скамейке Минчан. Первая шайба очень важна, конечно. Она позволяет, может быть, как-то смотреть на игру с другой стороны. Вот еще раз. Да, явно ошибка Кошечкина. Налицо, как говорится. Ну и теперь есть возможность играть на контратаках. Я думаю, ну на этом мы и строили вообще свою игру. И до заброшенной шайбы Минчани. Ну вообще крепкая команда. И они не так, чтобы совсем играет от обороны. И вот там супертактический. Вот как вчера, допустим, Миросаль построил свою игру в Казани. Когда забили. И потом там внимание все. Оборонник там забили. Ну еще душевый. Ну в принципе вот Минс так не играет. Он более агрессивный. В более силовой манере. И там много молодых ребят, которые готовы побиться. И достаточно много мастеровитых белорусов и иностранцев. Да, это уж точно. Натурализированных уже. И смотрим, как сейчас Минчани уже начинают свою атаку. А ведь уже 70 небольших минут позади. 1-0. Седьмая минута. Александр Павлович с передачи Евгения Лисовца. Вот Евгений Лисовец вчера тоже, кстати, забил одну из трех шайб Динамо. Здорово этот защитник подключился в атаку. Так что сейчас очень хороший настрой у динамовцев. Ну и Магнитка, наверное, тоже сейчас прибавит. Все-таки не входил в их планы. Хотя, конечно, главного мотиватора нет. Он со сборной на Кубке мира. Но на каких-нибудь языках им скажут. Да, Майк Пеллино сегодня руководит командой. Помогает Виктор Козлов. И 8 минут позади. По-прежнему минимальное преимущество Минского Динамо. Но напомним, как стартовали минчане. Вот сейчас бросок, поворотом. Не доходит шайба до галкипера. Так вот, сначала уступили 2-4 Спартаку на старте этого чемпионата. Ну а затем победы. 2-1 над Саловатым Юлаевым. И вот 3-2 на трактор. А все три матча очень схожи для Минска. Только результаты разные. Как раз со Спартаком-то они играли неплохо и потом раз и пропустили. А выход Вольский не забивает. Еще мог 2 минуты получить. Двинул по отключаться. Класс был изумительный. А с Уфой вырвали победу. Там тоже там зевок Уфы и Кивы даже можете лучше рассказать, что вчера было в Черепинске. Да, но в общем-то похожая ситуация. Действительно Минс в концовке вырывает победы. И посмотрите какой сейчас момент Бен Скривец сумел переиграть в этой дуэли Войта Ковольске. Шикарный момент. Но вот все-таки да не без изъянов обороны Минчанова. Сейчас видим такая длинная разрезающая передача. И пошло движение от ворот. Ух ты! Ой, какой ответ! И чуть было вторая шайба не залетает. Теперь уже Кошечкин спасает свою команду. Это кто там Лингли по-моему прошел? Сейчас посмотрим. Великолепно просто один в один обыграл всю команду. И за ворот разогнался действительно. Вот это проход так проход. Да, вот это момент. Какое индивидуальное действие игрока Минского Динамо. И там действительно все-таки зацепил жайбу Кошечкин. она так рядом со штангой проскакала лягушкой. Да, Минчаня грызается очень серьезно. Ну и мы говорили, что легкая игра для Магнитки не получится. Это точно. По крайней мере, что касается вот этих двух матчей подряд, да, уже не первая ситуация в чемпионате. И пока вот команда, которая в такую ситуацию попадала, две игры подряд не выигрывала. Посмотрим. Так, и вот тут небольшая заварушка у нас. Сразу три игрока на Костицына. Ну тут подходящий физический состав у Магнитогорска, Осола, Тимкин, так что тут самые такие жесткие ребята. Не так все просто будет, да. Сепарно вот так Осола там голову чуть-чуть так подвернул. Андрей понял. Не будем продолжать. Ну и вот сейчас первые удаления у нас будут. Костицын и штрафной бокс. Ну вот давайте смотреть. Вот Костицын был шаевой. Против него Дерещенко. А, вот так вот клюшку выбивает. Ну а из-за чего стали биться? Ну дали две минуты. Ну Терещенко ну был удовлетворен тем, что заработали две минуты. Потолкались и в итоге смотрим на первое большинство Магнитогорцев. 29 попыток у Магнитки пока в этом чемпионате 6 заброшенных шайб. Около 21% реализация большинства. Что касается меньшинства Минского Динамо это 11 меньшинство и пока одна пропущенная шайба. 90% нейтрализации. Мазякин вперед. Мазякин вперед. все ждут. Можно присутствовать, представляете, вот комментирующую игру. 429-я. И вот она. Так сразу будешь потом говорить да, я комментировал эту игру. Очень приятно могло бы быть и посмотрим. А Борис Петрович интересно смотрит этот матч. Вообще тут, конечно, если так серьезно можно было это так обыграть все по-настоящему. Чтобы там эту шайбу 429 Борис Петрович его вручил. Ну, я думаю, как-то можно было бы это сделать. Потому что все-таки Михайлов вот я с ним играл выдающий снайпер. И, конечно, он намного меньше игр чем Мазякин проявил. 500 с лишним игр а вот уже 800 потребовалось Мазякин с лишним. Да, это... 871. Бросок по воротам. И опять шайба летит выше. Плохой пас но Мазякин перехватывает. И ух! Зарядил Сергей. Его позиция была и бросал свой любимый правый от себя верхний угол. Ну, сейчас действительно прижались опять мяча не к воротам. Мазякин с кистей уже на этот раз и прямо в ловушку с Кривенсу. Ну, по традиции, да, а шайба хорошо ходит, хороший контроль, им броски были, вот два броска Мазякина, но пока сравнят счет не получается. Ну, вот, Майк Пеллино там промелькнул. А, значит, кто этот проход? Нет, это не Лин Грэмни, это был Кристиан Хенкель, защитник. Вот это да. А он вообще кто по национальности-то, я так и не пойму. Вот я посмотрел сегодня, а там нет флажка у него, он кто? По-моему, белорус. Белорус. А Кристиан Хенкель, поэтому и говорю, что когда посмотрел сначала, молодой парень, 20 лет. Отличный проход. Да, очень здорово сыграл. И вот продолжается у нас движение Магнитогорцев такой броуноское в чужой зоне. Бросок в ближний угол. Это Томаш Филиппи. И вот тут, да, сейчас почему негодуют трибуны, потому что вроде не прижал всю шайбу, а уже прозвучал свистон. Но пока Скриенс справляется. Нет, я спросил, потому что у нас и разные там, и Элисон, белорус же тоже. Ник Бейлин. Ник Бейлин, белорус, поэтому я так вот думаю. Лингли, опять же. Лаланд. Много, много игроков, теперь, которые играют за сборную Беларуси. Выигрывает на точке Магнитогорцы. Хабаров. И наброс. Скриенс перед собой. Но вот сейчас мы уже констатируем то, что в полном составе минчане, вот уже Костицын борется тут у борта за шайбу. Не удалось реализовать большинство, хотя моменты были не стопроцентные пусть, но очень неплохие. Опять длинные передачи, а сколько от лицевого борта? Калетник первый на шайбе. Калетник. Кстати, Магнитогорск, вот одна из лучших команд по вот этому моменту, потому что они делают пробросы, и там в дальний угол, и нападающий бежит. И вот у них не часто пробросы, говорю, грамотно. Вот сейчас там еще Кубок Мира идет, и там вот это вбрасывание верхом просто подкидка такая высокая, и на ход она просто регулярно применяться стала. То, что у нас изредкой как бы почти отброс, там как элемент игры буквально. Цепляется за счет этого за шайбу в чурой зоне. Очень здорово. Ну и вот сейчас Белин дальше на партнера. Матерутин не сумел зацепиться. Вот это череда взаимных ошибок, и в итоге Антипин шайбу подхватил. Антипин до скорости. Здорово! Нет, все-таки там по клюшечке немножко его ударили. И скривенс выясняет отношения с Казеоновым. Ну и, конечно, сейчас защищает своего вратаря. Ну, тут такая ситуация пограничная. Может быть, скривенсу можно выписать две минуты? Так он... Давайте посмотрим, кому-то можно. Вот это что? Вот он. Смотрите. А кто кратчик не цеплял? Вот посмотрите. Вот я говорю, вот здесь такое ощущение, что сразу две клюшки цепляли и мешали проходу Антипина, а его, а вот тут вот скривенс потом подтолкнул. Мне вот это просто вот эти моменты интересные. На самом деле, вот сейчас мы еще передачу будем делать с Удейской. Да, и вот, человек выходит, два зацепа, вот чистейшие шлагбаумы, и это как бы ничего, можно играть, а там чуть там по трусам ударил, две минуты. Не всегда вот это последовательно, в действии судей. очень вот вопросов много. Они всегда были, есть, будут. Да, но вот опять же, в этом году Кандидарь хоккейной лиги так вот серьезно занялась тем, что иностранных судей намного больше стало, и много россиян, новых судей, не всегда, они обязательно очень молодые, но сам факт, что вот расширилась там судейская вот, бригада. Ну и стала вот эта тема судейская более разбираться вот и на сайте континентальной хоккейной лиги, вот неделя там Алексей Будюхов разбирает спорные моменты, вот теперь у нас на канале КХЛ, вы с Владимиром Гучиком общаетесь с арбитрами, тоже разбираете ситуацию, это очень важно. Ну, в пятницу будет, в пятницу будет программа. Анонсируем, да, анонсируем. Анонсируем точно будет судейская, программа судейская на телеканале КХЛ, и один из важнейших вопросов, которые мы будем рассматривать, вот таким моментом возможно, тоже обсудим, потому что не можем все, но вот именно симуляции, главная тема, потому что огромные вопросы у игроков, менеджеров, руководителей клубов в связи с тем, что просто людей наказывают за симуляцию, там где и близко не пахнет, и не тут и крайнего-то нет, ни судей, ни игроки, ни КХЛ, а вот приняли такое решение, за первую симуляцию огромный штраф, и получается там человек-хам, который может там разбить там лицо, он просто там может пятерочку получить, а тут зацепили, ты упал, по мнению судьи, у тебя симуляция, и ты попадаешь на подходящие деньги. И вот сейчас менчане за воротами, активен тот Комаров, играет дальше, проходит эта передача, Кавыршен, и нет, отбирают шайбы монетогорцы, но первый тут на шайбе должен быть игрок Динамо, Лисовец, да еще и проброс. Лисовец и хорошее игровое время имеет, там-то еще и на так бы натализованные иностранцы, просто иностранцы, там лидеры все-таки его в обороне, хотя вот Беллин, уж на что там ожидали, сейчас вот там будет ноль очков. Да, Ник Беллин, но в прошлом сезоне это было блестящее. Я поэтому и говорю, там уж какой там игрочина, там по большому счету, ну вот пока ноль очков, ну и игры всего три. Но если говорить, да, об усилении, нет сегодня еще у менчан Давида Ульстрема, все-таки это в нападении такая может стать одна из ключевых тоже фигур, в общем-то. Ну, безусловно, как вы сказали, усиление. Усиление, да, да, да. Мне-то все-таки кажется, что Мэтт Элисон там все-таки один. Нет, но это, как вы скажете, мастерюги-то вообще еще те. Элисон Лин для себя давно зарекомендовали, конечно. Главный судья поднял руку две минуты, задержка игрока не ладей шайбой. Да, вот этот жест, и Крес Лием отправляется в штрафной бокс, и первый шанс на большинство получают «Менчане». У «Динамовцев» это одиннадцатое большинство, и две шайбы они в первых десяти попытках забросили. Те же 20%, как и у «Магнитогорска». А вот «Магнитка» много все-таки фалит. Посмотрите, Сергей Найдович, это уже тридцать первое меньшинство в этом чемпионате. Многовато. И три шайбы пропущено. И показали повтор, кресли ни с того ни с сего вдруг неоправданные фалы. Ну, да, встал на пути, удаление сто процентов. Он недоволен действиями судьи, но поехал с пониманием, что он больше не прав, конечно. Он сам и на вас. И вот у «Динамовцев» есть шанс уже вторую шайбу забросить. Смотрим, как разыгрывает команда Крэга Вудкрофта в формате пять на четыре. Это большинство. Бросок! Зацепил ловушкой шайбу кошечки. И опять на чистый лед удается вывести шайбу. Там еще обратите внимание, насколько гамотно дальний борт закрывают минчане. Иногда там многие команды смотрят, там бросок мимо ворот, там вообще и близко никого нет. А Минск понимает. И вот посмотрите, какой момент! И падение Беллина ни о чем! И падение Беллина ни о чем. И надо было что сделать сейчас Тимкину? Он увидел его просто на ход кинуть оцели, он бегал один на один. Один там стоял на дальней штанге. Нет, нет. Когда еще не приходит в центре поля, когда он уже видел, что Беллин упал, на ход кинь просто в маркирую и все. И был бы один ноль. А так он так как не отдал, пришлось осыли тормозить и момент был загублен. Да, могли в меньшинстве отличиться магнитогорцы. Еще 40 секунд у динамовцев в большинстве выходят из зоны. Кошечкин четко сыграл на партнера и выбрасывает опять магнитогорцы шайбу туда к воротам с Кривенса. Но вторая минута большинства не очень. Получается, у меньшан так они отходят вот от этой ошибки. Но вот сейчас вошли в зону. Все-таки есть еще 15 секунд. Степанов Костицен играет через дом и нет. Тут здорово Казенов ложится под бросок Марка Андрея Граньяни. Вот тоже центральная может стать фигура в обороне Минского Динамо Марка Андрея Граньяни. Расскажите о нем. Я вот посмотрел на его статистику и не восхитился. Ну, предыдущие сезоны он, в общем-то, все равно так выделялся. Сейчас пока вот через него просто, по крайней мере, разыгрывают все. Стараются сделать его такой центральной фигурой. Даже вот Ник Бейлин сейчас так в тени как-то. Вот в тени. Вот я уже видел статистику Бейлина, поэтому жду и поэтому говорю где очки Ник? А Граньяни вот так тоже нет 0 плюс 1. Ну вот и прошлые сезоны тоже там не особенно там нет. Все хорошо. Ну, это, знаете, наверное, может быть с той области верят, надеются и ждут. Что вот-вот, вот-вот. Ну, хотя Бейлин все-таки уже себе зарекомендовал как очень креативный, конечно, товарищ. И вот бросок это опять сейчас Комаров. Ух ты, как здорово Клюшко играет Ротарь. А как же вот передачу не сделали так вот точно на Коварже. Ведь один на один убегал и практически за ним еще и Мазякин катился. Тоже убегал еще вторым. 2 в 0 практически было. Дальний бросок. Чуть-чуть точности не хватило Лукашу Крайчику. Кстати, да, вот эти вот длинные передачи своей зоны вот уже сколько было у Минска вот этих таких своеобразных провалов, но пока не наказывают магнитогорцев. Коваршан захватил шайбу Евгений. Ну и здорово пошел. Здорово, там просто возмущены игроки магнитогорска. Сейчас, наверное, будет повтор на поле по мнению магнитогорска и вот как мне показалось тоже 6 игроков Минска был. Роб Клингаммер там подключался под передачу Коваршина и выручает, выручает Василий Корщикин. Правда, там угол был острый, но все равно он четко сыграл. Ну надо же оправдываться. Реабилитироваться. Реабилитироваться, да, лучше подойдет из слова. Ну а минчане-то каковы, а? Хорошо играют. Назад Кулаков на синюю линию. Возврат туда, обратно за ворота. Там борется Роб Клингаммер. Хорошо прикрывает шайбу корпусом. 12 номер Минска находит Ковыршина. Какой хороший контроль шайбы у Минска. И передача! Вот тут Босов здорово играет. Бросал по воротам Евгений Лисовец. И посмотрите, как с трудом отбирают шайбу магнитогорцы, затяжная атака. лояльно сегодня ко многим там ну и нарушениям и моментам. Бросок. Ну такая проверка, разминка. Это Элисон бросал. Шенкевич играет на партнера. И Минск вновь бежит вперед. Сегодня пять матчей будет сыграно в континентальной хоккейной лиге уже в самом разгаре противостояния Сибири и Слована. И Авангард встречается с Медвежчаком. Ну и в вечерней программе два матча СКАП против Северстали и в Риге динамовцы будут принимать финский Йокерин. А магнитка бежит вперед. Тимкен. Тимкен в последнее время не так часто, мягко говоря, поражает ворота, но какие важные шайбы он забил в последнем розыгрыше плей-офф. Последний матч. Да. В победном. Который принес кубок Гагарина магнитки. Пока Сергей Иванович, да, все в порядке с движением с физикой у Минска. И у Магидогорска все неплохо. Но они конкретно готовились к этому олимпийскому отбору и вот попросили, чтобы в начале чемпионата у них игр не было. Но может быть и небольшая ошибка была, там все-таки пару могли бы сыграть там где-нибудь в самом начале числа 23-25-го, чтобы больше и лучше игровая практика была. это было их решение. Атака инфункционально, они здорово готовы. Состав подобран очень подходящий. Скривен сыграет очень хорошо. Ну, так в принципе боеспособная команда, я думаю, что там соответствующий разбор полетов по прошлому сезону был, соответствующие изменения там в составе. Но Минск это мощная команда. Ну, все мы знаем, да, какое там сверху отношение к хоккею в Беларуси. Хорошее, но жесткое. Хорошее, но жесткое, это точно. Ну, действительно, вот, кстати, по предсезонным матчам, да, вот Скривенс очень тяжело вкатывался, достаточно пропускал легкие шайбы, но вот по первым матчам никаких претензий нету. И вот что, завершился у нас вот так вот очень быстро первый период в Магнитогорске. И мы констатируем, дорогие друзья, что пока Динамовцы Минска выигрывают. И вот он, Александр Павлович, автор единственной заброшенной шайбы был на ваших экранах. Евгений Лисовец, пока в ассистентах произошло все это на седьмой минуте. наверное, сейчас мы вспомним опасные моменты, посмотрим заброшенную шайбу и будем ждать интервью. В целом, понравился первый период, Сергей Иванович? Нормально. И очень неплохой период. Обе команды не отсиживались в обороне, мучений для зрителей не было, старались забить, они старались не пропустить. Да, действительно, так все-таки, наверное, исходя из того, как Динамовцы играют, хотя и агрессивно, но тоже, мы уже говорили, много не забивают, но и много не пропускают. Магнитка пока не стоит результативно, но прибавила в обороне. Наверное, Града Шая ждать не стоит в этой встрече. И, в общем, первый период это показал. И мы передаем слово. Нападающий металлург Войтек Ивольский подводит итоги первого периода. Войтек, какая была задача у хозяев на первый период, учитывая, что соперник вчера проводил игру в Челябинске, насколько удалось воплотить эти идеи тренерские? Мы пытались иметь хороший начальник в период, я думаю, что мы сделали. Я думаю, что мы работали трудно, у нас был нечастливый гол в первом периоде, поэтому это просто тяжелый баланс, но мы делаем все, что нужно делать, что тренер сказал нам, и это будет лучше. Постарались начать хорошо, в принципе, все установки тренера мы выполняли, но получили вот такой вот не очень приятный гол, и самое главное, удача немножко трянулась от нас. В последних двух матчах вы забиваетесь за металлург очень важные шайбы, это означает, что вы вышли на свой уже хороший такой уровень, ничего пока еще не хватает в вашей игре? Я чувствую лучше и лучше каждый матч. Я думаю, что я вернулся немного позже, но я чувствую очень хорошо сейчас, я становлюсь сильнее, быстрее, я получаю возможности для score, я думаю, что это будет лучше и лучше. Не знаю, я считаю, что я становлюсь, форму набираю, набираю, стараюсь, и посильнее я чувствую, стал, и поудачливее получается вроде, ну, можно еще и добавить, стараешь? спасибо, удачи на игре, пожалуйста. Какая концовка интервью, дорогие друзья? на чистейшем русском. Да, на чистом русском языке, уже в этой Квойске, но по первому периоду, насчет то, что удача повернулась к Квойске, я бы поспорил, потому что были у него стопроцентный момент, в общем-то, выходил он даже с глазом на глаз со скривенцем, забить не получилось. Смотрим, вот так вот единственная шайба влетает в ворота, тут, конечно, Василий Кошечкин не лучшим образом сыграл. Очень плохо Василий Кошечкин сыграл. Ну, так бывает, и у него, кстати, в этом сезоне несколько шайб таких есть, но с другой стороны, его отличия, он мобилизуется здорово. Кто-то рассыпется после такой шайбы, а он в порядке. Вот мы видели, как сейчас скривенц как раз отбил очень опасный бросок, и какой проход Кенкеля, защитника Динамо. Тут вот Кошечкин уже действительно реабилитировался за вот эту вот ошибку в моменте с первой пропущенной шайбой. По броскам, кстати, 13-10 в пользу Металлурга в первом периоде по броскам в створ ворот, но вот пока выигрывают Менчане. 1-0-7 блокированных бросков у Динамовцев, так что Магнитка, конечно, атакует, Магнитка старается играть в давление, но не всегда это получается лишь отрезками. Мы, дорогие друзья, уходим на перерыв и ждем второго периода. Ипл. Ипл. КОНЕЦ Ипл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие друзья, возвращаемся мы вновь в Магнитогорск, арена Металлург и ждем начала второго периода в противостоянии Магнитогорского Металлурга и Минского Динамо. 0-1, пока хозяева уступают после первого периода. Единственную шайбу на седьмой минуте забил капитан Минчан Александр Павлович, Евгений Лисовец в ассистентах. Сергей Иванович Гимаев, Олег Масалев, продолжаем следить за ходом этого матча. Но пока не все клеится у Магнитки. Да нормальный матч, еще 40 минут, что-нибудь должны забить. Будем надеяться, что этот кто-то, который забьет Магнитогорску, будет Мазякин. Жду очень-очень, надеюсь все-таки увидеть рекордную шайбу Мазякин. Да, но тогда еще, конечно, об этом более подробно поговорим, когда будет пища для размышлений. Ну, а сейчас начинается у нас второй период. И Динамо все идут вперед, вот так вот смотрим и начинают активно. Это Никита Комаров выводит шайбу из зоны. Шинкевич сыграл на Граньяне. Пошла атака Минска. Граньяне притормозил. Вообще динамовцы очень неплохо комбинируют. И вот сейчас Шинкевич начисто в льду бросок. И здорово играют Кошечкин. Да, начало за динамовцами. 50 секунд прошло и опасный бросок по поворотам Кошечкин. Вообще вот когда североамериканские тренеры в любой команде там, ну вот мы говорим про КХЛ сейчас. И вот про Минск. Ну, как-то вот они не такие вот прямо, не так загоняют в эти рамки тактических игроков. Ну, прямо, я говорю, вчерашний матч он, Лаквати выиграл. Сыграли достойно, отличное там интервью Юшкевича. Ключевая фраза, которая нет результата, нет работы. Ну вот, и когда его спрашивали, ну вот почему вот так вот организованно, где-то даже заорганизованно, он говорит, надо добывать очки. Вот и так добыли. А вот североамериканские, ты его потом еще сказал, ну вот будут там достаточно много очков, может быть, и что-то будем придумывать. Североамериканский тренер более открыт в хоккей играет. Хотим мы этого или нет? Сергей Иванович, а вот еще тоже такой вариант, вот если копнуть немножко глубже в детских хоккей, да, вот опять же, вот если эту параллель проводить в Северной Америке, вот когда детские команды, да, там вот особо как раз результата не требуют. Там мучат играть вот этих азов, которым часто нас не хватает даже игрокам. А у нас все, какой-нибудь 2000-й год рождения, там 2005-й, уже требуется результат вообще бы не положь. Еще в хоккей играть не научились. Не расстраивайте, я был в Невиномыске на турнире, восьмилетние, играли на результат, 20 человек в команде, играли пятерку с одной стороны и с другой без замены, 40 минут без замены на результат. Менчане в атаке, 3 в 3, неплохо, и опять щиток Кошечкина в игре, и как удачно отскакивает шайба, и тут все-таки нет. Первый игрок Динамовцев на шайбе. Черещенко обокрали. И вот сейчас подключается краечек, передача назад, Костицын, бросок с острого угла. Намного чаще, конечно, в игре в начале второго периода Василий Кошечкин. Да, Бен Скривенс, который защищает ворота Минского Динамо, вообще не ступал еще в игру вот в эти первые две с небольшими минуты. Какой момент! И не забивает Менчане второй гол. Это Гаврус был на ударной позиции, вот это да. Забыли его на пятаке там, действительно, один стоял. Ну и при этом и Семин так, вообще его не видел. Практически такая ошибка оборонительная была. Рискованная передача, но она проходит! На брос там не удалось подставить клюшку. Как активно играют Динамовцы в начале второго периода. Подавляющей преимущею эти минуты было у Минска. Напомним по броскам в первом периоде. Створ ворот 13-10 в пользу магнитки. Вообще по броскам было 23-18. Показывает нам Крейга Вудкрофта, главного тренера Минского Динамо. Результатом, я думаю, игрой на этих первых минут второго периода он доволен как минимум. И вот еще раз, какой момент! Костицын как здорово вылезает из-за ворот. Вот и как тут промахнулся Гаврос. Это навык, это мастерство, это точность броска. Хладнокровие опять же. Да, да, хладнокровие. И вот момент уже мог быть. Не дай тут Крисуле бросить. Жестко, хорошо тут подставил клюшку Казеонов Денис. Но все-таки атака не получила своего логического завершения броска поворотом. А вот Минчане очень быстро переходят с оборонного атаку. Немножко развернулся Матерухин. Вторым темпом динамовцы пытаются атаковать. Заброс туда Леинглеем. Все передачи точные получаются у Минчан. И посмотрите, какая Катавасия 2-0! Но это заслуженная шайба. Наиграли на нее динамовцы в начале второго периода. Минск просто великолепную атаку провел. И вообще вот эти три тысячи минуты блестящий играл. Но и ужасная игра магнитогорского оборонника. Друг другу мешают, не успевают, не опекают. И вот, кстати, Матерухин-то бросал с нулевого почти угла во вратаря. Получилось. И от Кошечкина шайба рикошетом отскакивает в ворота. 2-0. Александр Матерухин, автор этой второй заброшенной шайбы. Второе его очко в этом чемпионате. И первую шайбу Матерухин забрасывает за динамо в этом сезоне. Ну и очень плохо сыграл, конечно, Григорий Дронов. Там не подстраковал вратаря. Врезался в Кошечкина. Ему помешал сам упал. Замена Кошечкина идет уже. Самсонов на льду. Да, Самсонов. Была травма у него, поэтому не было в заявке. Несколько матчей. Получил он ее в игре за сборную. Но вернулся. И вот первая секунда сейчас в этом девятом сезоне континентальной хоккейной лиги Ильи Самсонова, который в прошлом сезоне показал, что на него можно рассчитывать. Отличный вратарь. Но больше ничего хвалебного. Посмотрим, как действительно замена вратаря сейчас скажется на игре магнитогорского металлурга. Пока очень быстрые меньшане. И вот посмотрите, опять Лисовец как тащит шайбу. Бросок поворота. Маскок от лицового борта. Добить не получилось. Да, вот это как раз сейчас такой вот явный козырь меньшан. Тут быстрая доставка шайбы из своей зоны к чужой синей линии. Коварш. Как это не банально звучит, они просто быстрее везде. Вот он даже шайбой сейчас умчался, Лисовец, как это от пешеходов. Да, Лисовец сейчас вообще отдельно в отличной форме. Красивую шайбу вчера в матче с трактором забил еще. Час активен. Сегодня уже результативная передача, когда первую шайбу Павлович забивал. Ну а надо сейчас как-то магнитогорскую перестраиваться. Но эта команда это, конечно, умеет. Тут колоссальный опыт. Ну а Самсонов продолжает, конечно. Ильи Воробьеву нет главного мотиватора. Но хотя вот говорили после первой игры с Йокеретом, да, ну понятно, там положительный результат, что, в общем-то, и не заметили потери Ильи Воробьева. Но вот когда такие матчи, такие отрезки, вот это действительно можно сказать точно, что это наоборот. Ну интересно будет посмотреть, вот действительно, и за магниткой без Воробьева, и, конечно, за игрой команды Sky из Санкт-Петербурга после отъезда тоже тренеры и ряда лидеров. Магнитка начинает движение. Пока вот, кстати, да, дома стопроцентный результат у Металлурга. Четыре игры, четыре победы. И вот пока вот это самая неудачная игра здесь в родных стенах для магнитки. Но действительно, что такое две шайбы для Металлурга? Сейчас разозлится Мазякин, и все может измениться. Ну он, кстати, нормально играет. Перед этим был вот отрезок. Ну вот, пожалуйста, бросок как раз очень опасный. Но это был Томаш Филиппи, которого тоже, наверное, можно присоединить к одному из лидеров магнитка. Ну так, конечно, игрок сборной Чехии и должен играть здорово. Но таким вот игровиком ты его не назовешь, языкин. Он просто полезный игрок. И там и мастерюга его не назовешь. Скривен сейчас в очередной раз спасает свою команду. Ну а Филиппи еще и желтыми шнурками еще не отличается в этом сезоне. Ну, хотелось бы, чтобы больше отличался набранными очками. Ну, в футбол смотришь там, цвету Светурова, вернее, МАИ, какой угодно. Такие легкомысленные бутсы в футболисте под цвет. Ну, причем очень часто правый одного цвет, левый другая. Это сейчас такой тренд. Тренд, я не спорю с этим. Казионов. Денис Казионов. Шайбы. Хороший бросок с неудобной руки. Скривен в ближнем углу. Ну, вот Магнитка стала просыпаться в последних двух сменах. Два опасных броска по воротам с Кривенса. Ну, с другой стороны, с неудобной. Вратарь все прикрыл. Был он уверен. Я тут, наверное, еще председанка была. И Фаст играл, ну, так, первые игры. Совсем-совсем-совсем первые. ЦСКА с Адмиралом. Вот Фаст, как играл вороток за ЦСКА, вот просто поразился. Там, ну, так, тренировочный матч. Вообще шансов не дал. Он, ну, спокойно там угол закрыл и, ну, бросайте. Ну, вот как сейчас Кривенс, ну, бросайте. Щелочек нет. Ну, а больше его пока и не позволяет. Менчане его даст. Таких пока неудобных где-то позиций, зуглов. Но надо все равно начинать бросать. Надо нагружать Кривенса. Может быть, ошибется. Антипен. Вот сейчас хорошо идет пока Антипен. Дошел до чужих ворот. Оставляет шайбу. И вот один коварш. Бросок. Кривенс надежен. Здорово щитками в портере сыграл. Есть, есть. Наконец, первый отрезок, действительно, вот первое звено Магнитогорска сыграло в свой хоккей. Повозили соперника, создали моменты, комбинировали. Быстро вошли на скорости. Да. И вот сразу же, когда вот такой темп, да, естественно, и защитники где-то не успевают. Голова идет кругом, а ошибки неизбежны. Теряют игроков. И вот это шанс, конечно, Металлурга. Что говорить. Вот, видите, один. Совершенно один коварш. Долго немножко, может, разворачивался. И шриф, бросок не получился. И ближний угол бросил. Посмотрим, куда. Ну, в принципе, да. Но в другой стиле, вот с этой камерой, конечно, она так, не совсем объективная. Но там шансов сюда забить не было. Ну, а для любителей статистики скажем, что вторая шайба Александра Матерухина на четвертой минуте второго периода влетает в ворота Магнитки. В ассистентах Мэтт Эллисон и Марк Андре Граньянь, о котором мы говорили. Вот еще одно очко набрал он за Минчан. Не получилось у Семина. Семин вот выдал один прекрасный матч в этом сезоне, когда дублем отметился в ворот Хабаровского Амура. Но будем говорить, что тоже все-таки он вкатывает в сезон. Он такая у него была рваная подготовка. Ну, он и не из тех игроков, которые вот выходят и вот я сегодня на все сто отрабатываю. Он вот такой творец. Вот сейчас шайба, он видите, вот великолепный катание, великолепные руки. Отличный бросок. Вот такой неожиданный. Но с кистей и Скривенс готов был к этому. Нет, Скривенс в порядке. Вот я такого вратаря... А забирает-то какая? Вообще, просто я давно не видел такого вот нахального вратаря. Но он уверен в себе, уверен как раз в себе. Небольшая пауза. И еще раз смотрим опасные моменты. И Василий Корчкин, да, который уступил место Илье Самсонову. Ну, я думаю, слишком большая вот из-за травмы Самсонова на Кошкину выпала нагрузка. И так, конечно, ему можно было бы давать отдыхать. Но все равно все-таки решили с первых минут все не выпустить Кошкина. Но матч повернулся не самой лучшей стороной к Василию. И поэтому сейчас мы уже будем наблюдать, как Илья Самсонов действует на последнем рубеже. Кстати, за эту шайбу его винить-то особенно нечего. Там чисто защитники проспали. Но решили, что пускай Вася-то отдохнет. На данный момент встречается, дорогие друзья, четвертая команда Восточной конференции против 12-й на Западе. Но, опять же, мы не забываем, что это лишь четвертая игра для Минска. Они намного позже стартовали. По потерянным-то они наравне с ЦСКА. Конечно. Да, но тут надо еще 6 подряд выиграть. Но, действительно, по потерянным так оно и есть. Начинают Минчане атаку. Волков. Четвертое звено. Волков, Комаров, Павлович. И вот как раз именно они открыли счет в этом матче. И вот опять успевают к этой шайбе тот же Волков. Навязывает борьбу. Ну, минчанам сейчас главное отодвинуть игру от своих ворот. Вообще, мне очень вот сегодня нравится Минск. Вот в хоккей они играют. И в агрессивный, и активный. И как бы и моментов полно. И давят. Но удаление, правда, будет сейчас у них. Искривенс выручает пока. Искривенс играет, творит, задирает и выручает. Ну, вот дают шанс, похоже, да. Магнитки судим. За атаку игрока, не владеющего шайбу, удаление очередное. Никита Комаров удален на 2 минуты. А чем недоволен? Атаковал Косово, который не владел шайбой. Еще тут могли бы еще и десятку накинуть за удар в голову. Все-таки он задел, и там Косово сразу схватился. Да, Косово-Косово задел, это уж точно. И момент! Нет, не дает бить динамовцы. Помогает Скривенсу. О, Егонский не попал по шайбе. А сколько-то был для него неплохой. Кулаков убивает спокойненько штрафное время. Креслеем. Надо, надо сейчас магнитки поактивнее сыграть. Не получается в равных составах. Очень хороший шанс сейчас большинство. Уже шесть шайб магнитку в большинстве в этом сезоне забило. Вот, вот, вот это говорит о том, какой настрой, какая работа. И Скривенс заценил, чуть-чуть, по-моему, зацепил. Казалось, и рука, вот, нижняя, ну, как бы, левая, низкая. И Вольт его бросал, куда хотел. И вот тут сейчас еще момент удачи, конечно, на стороне минчан сейчас. Ну, и в целом, все-таки, да, Сергей Иванович бросается в глаза, как Скривенс с Клюшкой здорово играет. Бросает, что он вообще играет. Такое впечатление, что для него, как бы, это не такой важнейший матч в континентальной хоккейной лиге, а, знаете, шоу. Матч всех звезд. Он вообще очень подвижный, посмотрите, опять, как вы сказали, правильно, Клюшку выкинул и выдвинулся. И Кресли! Нет. Не дает Граняне шайбе выскочить на пятак после отскока от лицового борта. Но опять момент у Магнитки, уже почти раздели оборону минчан. И вот сейчас продавит щиток, гол! Все-таки гол! Войт и Квольский 2-1. Если Мазякин наберет передачу, нет. Сейчас посмотрим. И сейчас Таевчко. Получил он, наверное. А, нет, там отдавал Коварджи, да. Ну, сейчас либо обои... Почему Мазякин Коварджи в ассистентах, я думаю. Он добивал же, бросал, добивал. Там иногда так вот тоже этот момент не всегда считает, что... Не дотронулся до шайбы Мазякин. А вот тут Шинкевич как-то, мне кажется, была у него возможность помешать. Посмотрите, шайба ушла. Уже за лицевую. Вот возвращает ее. И Шинкевич так как-то тоже пассивно металл действует. То есть Кривенс уже был на льду, отыгран. Итак, вот это Коварджи. Третья заброшенная шайба за магнитку в этом сезоне и 1-2. Да. Сергей Мазякин в ассистентах. И действительно констатируем, что Мазякин десятый очко набирает. 4 плюс 6 у него становится. Коварджи третью игру подряд забивает. Да, Ивольский результативен. Ну, как вы слышали, наверное, в интервью он сказал, что действительно становлюсь я лучше с каждым матчем. И вот эта шайба это доказывает, что все-таки повезло ему. Действительно он мог еще и в первом периоде забивать. Ну, и теперь Искривен скоро не занервничает, конечно, но все равно, когда вратарь играет на ноль, вот пока он первую не пропустит, попробуй его заби ему. А мы еще до конца вообще его не знаем. Я вообще за ним первый раз так наблюдаю. Видел он там моментами. А вот сегодня, да, он так живой, живой, живой вратарь, живой. Так, там для себя очередной файл Сергей Ильич отложил, начинает откладывать информацию про Беда Скривенса. Я прав? Не, конечно, за ней мы повнимательнее посмотрю. Просто действительно это уже. Такой видеоклип про него можно сделать. С нескольких игр заснять там. Это будет интересно. Вот какое спасение вчера в Челябинске у него сумасшедшее. И по первым этим 30 минутам уже, да? Ну, как он зенирует игроков соперникам. А вот сейчас не нарушение ли, да, а мне показалось. Мне показалось, что он поднял. Да, 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 так оно и есть. Там цепляли, конечно, Косова. Конечно, конечно. Ну что, магнитка сейчас немножко поддавила. И мельчане не знают, что делать. Жестко судья судит. Очень четко, молодец, показал, что там Ленглене не пытался его там надавить. Даже не стал слушать. Александр Матерухин на 2 минуты отправляется. Вот, видно, вот, вот, сейчас повтор зацепил. Видите, за руку, конечно, это нарушение. Эти моменты, судя молодцы, вот, отслеживаются. Так, ну сейчас надо что-то Крайгу Уткрофту тоже принимать как-то участие. Потому что немножко нити игры уходит все-таки. Как здорово мельчане начали, забили. Однако еще и не так понимает, что такое звено Коваржа. Поэтому он еще что-то там предпринять может. Но сейчас еще, я думаю, ну, правда, они всего два раза в сезоне играют. Если, конечно, не будут в финале Кубка Гагарина играть. Ну да, тут сейчас фразами, ребят, повнимательнее не отделаешься. Тут надо что-то поинтереснее. Расставились магнитогорцы. Ли. И скривенс не прижал шайбу. А вот сейчас все-таки со второй попытки это удается сделать. Вот, а вот и скривенс хорош, а. Опять ударил клюшкой. Опять провоцирует магнитогорцев. Но тоже там, понятно, не понравилось, что на него полезли там, конечно. Так, тут Семин. Выздят отношения с Никитой Комаровым. Вот он, бросок Криса Ли. Скривенс. Граньяни тут ему так помог. Шайбу подрек потом. Вратарь. И вот сейчас, смотрите. Опа! Поваржу по конечкам. Кстати, может быть, и достаточно больно. Да не, я не думаю, там такого замаха нет. Там ему говорят, ну ты повнимательнее, я же тоже смотрю. Это Рэп говорит. А то придется тебя удалять. Не, но я-то в игре. А как же меня атакует? Я что, буду там смотреть? Вы хоть мне тоже шансы давайте? Да, пять на три не оставили. И так еще минута 15. И опять Крис Ли. Да, пошла дальняя бомбардировка защитника магнитки. Ну и Крис Ли свою вторую шайбу в этом сезоне пытается забросить. А мы ждем гол Мазякин. Так, а вот почему-то у нас тут на сайте вместе с Мазякиным Тимкинов ассистента. Ну, ошибка. Тимкина не было на поле. Коварша давал пас. Все исправят. Даже сомнений нет никаких. Да, Войтат Вольски забрасывает шайбу. Ну и, как может говорили, да, Мазякин 10 очко набирает. Коварша на точке. Против него капитан Павлович. Нет, выбросить шайбу сразу не получается у Минчан. Самсонов. Ли. Мазякин красиво. Паркидочка и в обратку на бок. Ой, как расступились все сердечки. Не длину ты и не булит. Вон, правильно, он показывает. Бросок по воротам в противоход с Кривенсу. Как показалось, тут немножко ворота потерял, но не попали магнитогорцы в створ. Какие моменты, а? В положении вне игры зафиксировано. Нет, сейчас покажите этот момент. Вот, а то мы как раз тему симуляции обсуждали сегодня, что вот это будем обсуждать дальше. Там они вот придумывают иногда, судьи там, ну, то есть имуляции. Сейчас давайте посмотрим. Вот сейчас с передачи на Мазякина. Вот, смотрите. Давайте посмотрим вместе. Ну, он ему руки вывернул. Это вообще, я такой прием тоже использовал раньше. А прямо вот это, бедро соперника, как этот, как точку опоры делаешь. Ну, что, это тебе две минуты? Это две минуты. Ну, это повтор. По мнению судей, не две минуты. Ну, да, это можно констатируем, но сейчас, конечно, повтор явно видно было, как Мазякину мешали нанести бросок. Прямо, ну, зацеп к бабушке не ходить. Не, вот так я говорю, там прямо рычаг такой сделали и вывернули руки ему. Такой прием есть, и вот так здесь научиться он эффективный. Ну, и сейчас, вот в мои времена, когда я играл, это вообще было элементарно. А сейчас нельзя. Сто процентов нельзя. Две минуты вообще. Сейчас бы мне намного тяжелее было вот с этими правилами все время. Бросок. Удачно отскакивает шайба. И Минчанер разряжает обстановку. Ну, и, наверное, уже не успеет. Хотя войти в зону можно. Десять секунд. Семин разгоняет атаку. Металлурган. Вошли. И стучит Самсонов, что вот-вот выйдет пятый полевой игрок у Минска. Казеонов. Денис Казеонов с шайбой. Пятый полевой выходит у динамовцев. Но по инерции атака, понятно, магнитки продолжаются. Нет, шайба потеряна. Парашютик на Матерухина свежего. Матерухин. Хорошая передача назад. Вот давно мы не видели Динамо в атаке. Красиво. Резкий какой Матерухин. Да, Матерухин заметен был и в прошлом сезоне в составе Динамо. Своей игрой. Особенно в концовке прибавил. Беллен. Вот Ник Беллен, да, тоже. Всего лишь третий раз, наверное, мы второй называем это фамилия в процессе трансляции. Что там такое? Ну, а заботы, так большинства так нет, когда он там все, все права на атаку имел. Ну, и очередная небольшая пауза. Конечно, у болельщиков Металлорга настроение серьезно улучшилось. Во-первых, сократили до минимума, но и сама игра, да, все-таки стала, вот что самое даже важное. Есть от чего оттолкнуться. Полность согласен. И вот сейчас все делаю, думал, мы только что там критиковали Матерухин, но еле ползают. А сейчас вот просто взрыв, такой гол забили, момент-то и создали, да, удаление у Минска. Но кураж появился, игра появилась, наслаждение у болельщиков. Вот это, наверное, ключевое слово Сергея Ильича, тоже соглашусь на все сто, кураж, которого вовсе не было в первом периоде. Ну, и опять же, мы говорим, команда с каким характером, и тут, наверное, даже не с характером, а с опытом вот этого перестроения. 0-2, ты говоришь, да, соперник тебя просто душит, и вдруг вот этот вот перевертыш происходит. Не каждая команда на это способна. Ну, и опять же, мастерство, как раз там вышли подряд несколько отрезков ведущие звенья, у которых уровень высокий, и контроль шайбы, и вот мы там все время недооцениваем. Вот сейчас вот пойдем отыгрываться, а если у тебя там мастерства нет, шайбы у соперника, кто-то сделать не может. А тут спокойненько, контроль, вошли, отдали, обыграли, разыграли. Да, конечно, все это есть у Магнитогорска. И мастерство, и желание, и опыт. И вот сейчас они стараются всеми фибрами сравнять счет. Но пока Минск держится, пока 2-1 в пользу гостей. Мы говорим, что все пока матчи Минчане проводят на выезде. Это четвертая последняя игра, потом, наконец-то, домашняя серия. Вот тоже соперники Рижская, Динамо, Новокузнецкий, Металлург, Авангард и Сибирь. Ну, я думаю, что как минимум 50% очков, наверное, надо набирать Минчанам. Как бы вот такой стандартный график для попадания в плей-офф средней команды, такой, ну, которая, не говори, ну, не железная, это половина на выезде и две трети дома. Вот тогда ты там где-то в четверке, в пятерке, в шестерке. Ну, вот давайте тогда хотя бы дождемся вот этой первой четырехматчевой домашней серии Минчан. И уже какой-то маленький хотя бы можем подводить итог и от чего-то отталкиваться. Пока, по крайней мере, выезда уже выполнили норму более чем. 50% очков наберут как минимум, а сейчас замахнулись-то и намного на большее. Итак, пять минут еще играть во втором периоде. Вольский. Мазякин борется с Шенкевичем. Шенкевич рискует, но все-таки уходит от нападающего магнитки. Вот, посмотрите, неплохой момент, но для Самсонова это семечек, конечно. Ну, размялись. Может быть, даже и нужны, конечно, такие вот броски именно сейчас. Почувствовать шайбу Илья Самсонова. Вот тоже с его выходом прям резко переменилась игра. И сам Самсонов практически ничего нам не показал такого сверхъестественного. Бросков опасных по его воротам нет. Еще раз надо произвести убрасывание. Вот сейчас вот такой длительный календарь домашних матчей у магнитки. Вот сейчас, да, четыре игры дома. Затем всего лишь на один матч выезд в Челябинск. И затем опять дома Слава Медвежчак. У кого? У Металлурга. У Металлурга, я думаю, как Минск может еще раз в Челябинск играть. Да-да, это будет непростая игра. Но, наверное, все-таки на автобусе. Лингли. Тимкин потеряли шайбу. Минчане Тимкин на что рассчитывал? На ошибку с Кривенса? Нет, такие он не пропускает. Он нам доказал до сегодня. Так, ну тут сейчас еще Осоло получится. Да-да, к огне, а он смеется там. Так это такая, Сергей Николаевич, тоже, может, сами понимаете, улыбка-то какая. Недобрая, мягко говоря, скажем так. Саркастическая. Карри Рамок как играл, он же тоже возле этого. Он играл в воротах. Вот он сейчас с Кривенс напоминает Карри Рамок. Вот действительно, вот я за ним смотрел, и он творил в воротах там и чудеса, и играл. И еще и смайлики постоянно, и с судьями там поболтает. И этот так играет же Салок. Да, Салок. Один из лучших голкиперов. Я не знаю, что тут говорить. Тоже в таком ключе это. Ну, ребят, давай-то поиграем. Ну, посмотрим, да. Тоже видно, вот, Салок тоже не совсем выдержан, и все прекрасно знаем. И вот Скривенс тоже может, я думаю. За ним, за Салок осмотреть, это не выдержанно, когда там, по его мнению, там крутая несправедливость. А так-то он тоже так сможет, бьется, бьется там напряженно, потом показывают его там. Ну, и через маску видно, он там смеется. А вот тоже есть такое у меня ощущение, что какие-то дисквалификации, может быть, не длительные, но Скривенс ждут в этом сезоне. Вот эти вот за удар клюшкой, что-нибудь, я думаю, может прилететь что-то. А как же у нас же ребята, которые притворяться любят, они же есть, он чуть сзади ударит, и все, и сразу упадет. Может быть, вот таких попадет. И с криками убили, и все, и пожалуйста, а потом номинально, номинально будет удар сзади куда-нибудь, незащищенное место. Вот-вот. А сейчас у нас удаление. Ну, сейчас у Металлурга пошел. Давайте смотреть. Какой опасная игра у вас приходит. Да. Александр Семин на ваших экранах. Нападающий Металлурга. Вот так вот он жестко там сыграл у Борта. Как раз Бейлин. Да, тут еще и удар по лицу. Да вы за это и удалили в последний момент. Он-то за то-то не удаляли. А потом он, когда его оттолкнул, и там попал по лицу. 8 игр у Семина, 2 заброшенные шайбы, 2 набранных очка. Хороший шанс для Минска вернуться в игру. Даже вот, как сейчас такое бывает, может, и не забьют они в эти 2 минуты. Но, по крайней мере, вернут себе вот какую-то уверенность, какую-то инициативу игровую. А Ник Бейлин еще есть. Еще есть Ник Бейлин. Который еще ничего не сделал в сегодняшнем матче. И последний тоже. Ой, какой момент! Сейчас Кривиц уже на льду! Да, тут сейчас, конечно, Эллисон вот говорит, вы что, совсем, ребята? Так он и в адрес Кривенса, наверное, но то этот парень там чего-то нервирует. Давайте посмотрим по второму. Давайте посмотрим, что там произошло. Ну вот, Кривенса, опять, опять. Вот, вчера от трактора получил. Вот сейчас мог от металлурга получить за не самую лучшую игру за воротами. Эллисон спас. Там Платонов мог добить. Вот он, Денис Платонов на ваших экранах. Пятый он в истории в «Магнитке» по заброшенным шайбам 150-х. Один сезонов уже провел за «Магнитку». Лишь один год уехал, поиграл там за две команды, а так постоянно в «Магнитогорске». Бросок. Материк Саратовского хоккея. В «Саратове» его очень так, к нему очень хорошо по теплому относится. Степанов. Степанов с шайбой. Еще 47 секунд у Минска. Граньяни. Степанов! Читалось это. И хорошо тут. Нет, ну и надо отметить действие здесь Антипина. Конечно. Вот, посмотрите, как грамотно выбрал позицию. Там бросок, сход, а он вот все практически перекрыл. Гаврос получает придачу от Костицына. Гаврос. Степанов. Стараются Степанова увести на бросок. Ну или Граньяни, которого сейчас шайбой. На высоте. Степанов. Последние секундочки большинства Минска. Будет что-то на флажке у нас или нет? Степанов. Как разуграли Минчане! Красота! Нет вопросов никаких. Самсонова. 3-1. Вот это передача. Посмотрим. Да, да. Касание. Жесткое, идеальное. И Степанов подстроился Андреем Красавицем. Андрей Степанов. Третий набранный очкой. Третья шайба в этом сезоне. И так вот по большому счету, а к кому претензии предъявишь? Костицын. Костицын. Шикарная передача. И бросок Степанова 3-1. Вот реализовали свой шанс. Неаккуратно сыграл Семин. Это у Саши в Северной Америке проблема была. Вот эти невынужденные удаления совершенно. Неаккуратная игра, зацеп там. Вот сейчас удар. И в результате 1-3 команда только-только зацепилась за игру. И действительно там близко было к тому, чтобы отыграться. Сейчас 1-3 уже сложнее будет. Степанов очень нравится мне в этом сезоне. Даже вот как раз работали на чемпионате мира. Как раз вот я был там в Санкт-Петербурге. Группа, где я играл в сборной Беларуси. И, конечно, вот при всей плохой, откровенной игре сборной Беларуси. Вот был светлым пятном Степанов. Бился, старался, забивал. Андрей никогда не играет спустя рукава. Он всегда выходит. И в любой команде, в которой он есть. Он бьется, старается. Играет сердцем, как говорят. Москвич, кстати. И вот сейчас Магнитка пытается опять сократить быстро разрыв в счете. Кулаков выбросить не получилось. И передача не проходит. Но минута с небольшим остается. Успеет ли что-то сделать? Как говорит США, бы в раздевалку оформить металлург или нет. Посмотрим. Филиппе вошел в зону. Что дальше? Козелонов, Денис Козелонов, шайба. Накручивает там в стиле Кокарева. Туда-сюда. И бросок. Попытка броска состоялась. Косов. Ложаться уже, не щадя живота своего меньчани под шайбу. Чувствовать, что последние секундочки надо выстоять. Если из такой поездки они привезут 9 очков, это вообще круто будет. Уфа, Челябинскому и Когорд. Три победы. Крутые парни. А вот так вот до начала, да, этой поездки им, наверное, сказал, что как раз со Спартаком может быть очки вернее всего взять. А получается, вот как оно. Ну и удачи, конечно, много было на их стороне. Что в Уфе, а что здесь. Не особенно вчера. И вчера-то вообще это просто отскочили. Но с другой стороны, Спартакой, я говорю, так, они могли не проиграть. Нет, там по игре они неплохо смотрелись, я вспоминаю эту встречу. Да, и в Уфе, и в Челябинск. Ну вот, где-то везет, где-то не везет. Но еще нечая игра не закончена. Нет, еще, конечно, у нас вся борьба впереди. И с Кривен же еще есть. Будем с нетерпением ждать третий период. Да, тут действительно от этого человека мы поняли, можно ждать все, что угодно. Пока стабилит, пока выручает. Последние секунды. Крис Лим. Крис Лим. Крис Лим. Динамо Минск выигрывает оба периода. Кто бы мог такое представить перед началом матча? 1-0 первый период, 2-1 второй микроматч. И пока итоговые 1-3 на табло после 40 минут игры в матче. Металлург-магнитогос Динамо Минск. Но в целом, в целом, Динамо в целом не то, что заслуживает вот эту сейчас победу. Нравятся они сегодня практически во всех компонентах. Уходят сейчас команды в потрибунное помещение. Будем надеяться, что все-таки удастся нам услышать еще одно интервью. На сей раз, наверное, это будет игрок Минска у Динамо. Я думаю, не откажутся они. Должны быть сейчас в хорошем настроении. Гости. А мне непонятно, почему все время стараются иностранцы? Или наши настолько там закомплексованные, или им нельзя? Есть переводчик, но пусть говорят. Есть переводчик, но они составляют пятую часть команды. Ну, или четвертую. А их сейчас через раз иностранцы. Не любят. Мы же можем намного больше информации получить, если в русиане... Ну, у нормального, который любит поговорить и может поговорить, спросить. И он там в два раза больше вопросов ответит. Есть. Есть и в каждой команде такие ребята, но иногда не хотят. Итак, мы передаем слово нашим коллегам в Магнитогорске. Защитник Минского Динамо Илья Шенкевич подводит итоги 40 минут игры. Илья, пока неплохо играет ваша команда в обороне. За счет чего дается сдерживать Магнитку? Ну, за счет тактики, которую поставил нам тренер. Стараемся ее соблюдать. И это пока получается. Вчерашний матч с трактором в Челябинске как-то сказывается на физическом состоянии команд? Ну, конечно, сказывается. Все-таки вчера была игра вечером и уже сегодня опять игра в это же время. Да, сказывается. Динамо пока сыграло три игры. Выводы делать какие-то рано. Но в третьем периоде ваша команда забивает неплохо и пропускает еще больше. Что происходит с Динамо в третьем периоде? Я не думаю, что это с Динамо, что происходит. Просто такое стечение обстоятельств. Так что стараемся не пропускать в этом периоде. Спасибо, удачи. Спасибо. Большое спасибо за это интервью. Ну, действительно, мы видим, что, может быть, скорости у нас не такие яркие, как в самом начале матча. Хотя, в общем-то, второй период, я думаю, по движению не сильно уступал первому. Смотрим заброшенные шайбы. Вот так вот еще становится 2-0. Александр Матерухин забрасывает эту шайбу в ворота Василия Кошечкина. И затем Илья Самсонов появляется в воротах магнитки. Ну, действительно, вот первый период все-таки Минск выглядел, ну, вообще, там незаметно было, что вчера играли. А вот концовка, ну или вторая половина второго периода все-таки магнитка имела преимущество серьезное. Да, первые три минуты за Минском, они делают счет 2-0, а затем, конечно, у магнитки было игровое преимущество, и по моментам они превосходили. И вот так вот сокращают разрыв в счете. Все-таки додавили, продавили там в большинстве. С передачи Мазякина Вольский делает счет 2-1. И Ковар, конечно. Третья шайба Вольта Ковальски за металлург в этом сезоне. Да, пока вот только так можно скривенцы пробить, когда он отыгран уже, в общем-то, был. Ну, или когда он опять что-нибудь там придумает, он может. Да. Ну и смотрим, как в большинстве уже динамовцы забивают. Андрей Степанов с передачи Костицына и Марк Андре Граньяни. Очень красивая шайба, вот так вот в касание. И тут, конечно, Сапсонов ничего не мог сделать. Марк Андре Граньяни, вот, пожалуйста, две результативные передачи. Нет, Граньяни ты вот сделал туда, направо передачи. Последнюю Костицыну уже на Степанова. Итак, 3-1. Мы уходим на перерыв и с нетерпением ждем третьего периода. Минского Динамо и пока 3-1 гости впереди. И статистика, пожалуйста, после двух периодов на вашем экране. Явное преимущество по броскам магнитки. И на точке выбрасывания тоже металлург лучше. Но вот счет на табло 3-1 в пользу минского Динамо. Во втором периоде дважды смогли динамовцы Минска забросить шайбу. Сначала вот Матерухин отличается, переиграв Кошечкина в этом эпизоде. Ну и затем еще одну красивую шайбу забрасывают минчане, но уже ворота Ильи Самсонова, который заменил Василия Кошечкина после этой второй шайбы. Но сама магнитка лишь раз пока отличилась. Вот Мазякин, Коварш и Вольски забрасывают все-таки шайбу. Еще становится 2-1. И Сергей Мазякин свое десятое очко набирает в этом сезоне. 4 плюс 6 у него. Ну и Вольски третья шайба за металлург в этом сезоне. Но красиво большинство разыгрывают минчане. Ближе к концу периода. И вот так вот Костицын на Степанова. Тот в касание бросает и не успевает переместиться. Самсонов красивый гол минчан 3-1. Да, действительно комбинация получилась великолепная. И там и угол-то достаточно острый был для Степана. Вот хорошо подстроился и сверхудачно попал. И посмотрим, как сейчас будет действовать металлург в третьем периоде. Напомним, что уехал сейчас в сборную главный тренер Илья Петрович Воробьев. Майк Пеллино и Виктор Козлов у руля сейчас магнитки. Ну и Сергей Звягин. И Сергей Звягин, конечно, да. Тренер ротарей. Ну и вот мы видим Илью Самсонова. Илья Самсонов заменил по старой пропущенной шайбе. И это первый матч Самсонова в этом сезоне за магнитку. Крайк Вудкрафт возглавляет Минская Динамо. Пока, я думаю, всем доволен. Ну и действительно, настрой сегодня у минчан очень боевой. Но последний матч вот этой длительной поездки, последний период. Вот посмотрим сейчас. Вчера играли против трактора. То есть, конечно, тяжеловато должно быть. И вот посмотрим, насколько хватит минчан. Безусловно, сейчас Магнитогорс прибавит. И вот как быстро ему удастся забросить хотя бы первую шайбу. Потому что магнитков, в отличие от многих команд, они очень здорово тоже могут скрывать оборону в такие моменты тяжелые. Ну и скажем, что сегодня нет защитника Бирюкова. Вот момент Увольский! И второй раз он видит один на один. Глаза Скривенса и пробить не сумел Галкейпера. Скривенса на коленке остался после броска. Но куда ты? Я в порядке. Да, Скривенс действительно сегодня пока в полном порядке. Нету сегодня Бирюкова, нету Зарипова у Магнитогорска. Действительно, потери ощутимы. Ну и еще раз смотрим очередной момент опасный. Увольский здорово выходит на ворота и... Ну, так вот, да-то. Я повторяю, вот даже как-то и не дергался. Как бы все его предвидел. Здесь бросок Ли был... Как бы изначально опасно. Опять Скривен все перекрыл там. Ну, пока грамотно играет. Ну, вот действительно, вот эти выходы Скривенса из ворот. Вот вчера пропустил шайбу в Челябинске. И сегодня тоже чуть было не наказали Магнитогорца Скривенса. Ну, а сейчас динамовцам главное перевести игру в чужую зону. Почаще там держать, контролировать шайбу. Может быть, забивать даже уже и не главная задача. А, как говорится, лучшая оборона это атака. Хороший контроль шайбы. И вот так вот выбрасывают ее Магнитогорцы. Как здорово, а? Это опять Лисовец, посмотрите, я поймал кураж. У него такие шаги вот коротенькие, но очень быстрые маневрены. Вот как мотороллер едет. И все, и где он? Сейчас послушают наш репортаж и выпустят мотороллер Лисовец в Беларуси. Там же есть мотоциклетный завод в Минске. И вот какой момент сейчас и в касание Косов бросает. Опять скривенс хорош, а? Косово тоже пока такой неважно складывающий сезон. И повреждения, и попадания в состав, и с очками беда. Ну, мы говорим, что вообще так в плане результативности пока сложно кого-то выделить, кроме Сергея Мазякина. На старте этого сезона. Ну, вот, наверное, у Войта Квольски, который три шайбы забросил. И лишь один матч с дублем был хороший у Александра Семина. Ну, и у кого же всего четыре очка, вот, представляете, вот, за десять игр. В которых всегда, играя в этой тройке, там, очко за игру в среднем всегда имеют. Да, девятую игру проводит Мунитогорд сейчас. Начало чемпионата, и маловато очков у лидеров. Ну, и вот еще один игрок обороны, Кристиан Хенкель, который тоже так, может быть, фрагментами, но, по крайней мере, заметим, тоже в составе Минского Динамо. Денис Платонов на ваших экранах, который недавно 150 шайб оформил за Металлург. Сейчас очень нужны шайбы, не только от Платонова, а от любого хоккеиста-магнитки, чтобы, действительно, интрига у нас вновь сполыхнула, а новой силой. И опять провал у Минска! Шайбу получил на скорости и прошивает, как говорится, с Кристианом. Да, и чуть-чуть Кристиану не повезло. Оказалось, он был уверен, что поймает. Но вот видите, между рукой и корпусом, вот так, с подмышкой практически, раскочила шайба. Вторая шайба Дениса Казионова за магнитку в этом сезоне. И третья набранное очко. Два-три. Ну, вот как раз услышали нас, игроки-магнитки. И вот она вам интрига, пожалуйста. А играть-то еще, ого-го. Большой воз и маленькая тележка времени. Только недавно стартовал период. Мазякин. Сергей Терещенко блестящий пас этот отдал. Да, две с половиной минуты потребовалось. Чуть меньше магнитки, чтобы сократить до минимума разрыв счета. Сергей Мазякин, новый рекордсмен. 429-я шайба в карьере. Обошел он Бориса Петровича Михайлова, который в последний раз забивал 14 октября 1980 года в Лужниках Ленинградского СКА. Тогда 13-20 СКА победили. И вот Сергей Мазякин переигрывает с Кривенса. И все. Он новый рекордсмен. 429-я шайба Мазякина. Ну, вручение, наверное, будет какой-нибудь медали. Или уже после игры. Или памятной шайбы. Ну, просто красавец. Сергей, аплодисменты. Аплодисменты. Мы тут с Сергеем Мазяковичем действительно похлопали. Прямо вот так, как зрители. Сейчас здесь на арене металлов. И ничего, что пауза. Так и должно быть. Овечка забил 500-ю шайбу. Вот там на 5 минут матч прервали. Это историческое достижение для советско-российского хоккея. 861-я игра потребовала Сергею Мазякину, чтобы повторить рекорд. И вот 862 игры и 429 шайб. Теперь у Сергея Мазякина. И 3-3. Как быстро сейчас магнитогорцы приходят в себя. Уже счет равный. И, конечно, сейчас какое психологическое давление на минчаны мы видим по цели. Ну, по цели даже по этим трем минутам уже видно. Тяжело. Тяжело Минску. А вот тут 2 минуты. Это сейчас поможет, конечно, сейчас поможет немножко прийти в себя минчанам. Ну, даст он ему 2 минуты сейчас вот за рыбку. Я думаю, что просто подножка. Нет, ну, подножка была, да, но потом тут, наверное, Лито там еще, наверное, заработал Лито, по-моему, избивал его. Ну, не спортивно он повел себя. Он же клюшку из рук выбил и вообще там... Давайте посмотрим повторно. Тресли в штрафном боксе. Так вот. Ну, вот, видите, ну, упал, да. И рубанул еще потом. Сергей Анатольевич, ваши флюиды долетели. Вы хотели как раз вот отработать матч, когда Сергей Мазякин забрали его. Мы-то не получаем право на трансляцию в день игры. Мы получаем заранее. И когда была возможность подрекомментировать на Итагорсе, я сказал, можно я буду комментировать этот матч? Там это было не можно, а там за неделю, там, или за 10 дней почти. И вот я получил право это. Я вот очень доволен, потому что Сергей Мазякин, реально, я и с ним работал вместе. У нас очень хорошие личные отношения, его очень уважают, ценю. Это мастерюга, и я очень за него рад. Да, первый шайбик за ЦСКАЖ забивал он. Конечно, он приехали, они вместе. И так получилось, что им там не совсем разрешили играть в Северном Америке, когда они еще были молодыми игроками. С Игорем Емелеевым, там, там, такая, ну, целая там, Эпопея была. ЦСКА их выкупил у Ярославля. И вот сейчас 3-3 у нас, но даже в большинстве, посмотрите, немножко разладилась игра у динамовцев. Платонов здорово держит шайбу. Тут немножко уже стали позволять себе лишнего монетогорцы. Почувствовали уверенность в своих силах. Ну, даже несколько игр под моим руководством провел, когда ЦСКА-2 тренировал. Он восстанавливался после рамок, когда Виктор Васильевич тихнул игром. Ну, можно же сказать то, что Виктор Васильевич, в общем-то, разглядел в нем, да, такой талант, потенциал? Он талант был сразу, там видели, и, конечно, он его во многом отшлифовал, потому что это действительно алмаз был. Но вот в бриллиант его по-настоящему стал превращать Тихон. И вот сейчас Самсонов выручает магнитку. Ник Беллин закрывает зону. Чуть было не ошибся Павлович. Последние секундочки большинства Минска. Павлович. Бросок по воротам. Не доходит шайба. Принимает здорово на себя ее калетник. Остается шайба в зоне Беллин. Но в прошлом сезоне, наверное, он более обострящую передачу сделал. Пока чуть не получается. Он катался там очень здорово. Он подключался. Сейчас уже очень много на синей линии просто. А так-то он везде был. Хотя сейчас такая там бригада у Минска. Что они там любой может все сделать. Тот же Элисон и Линдлен. Шесть минут сыграли команды. Три-три. Денис Казионов и Сергей Мазякин забросили с разницей в 32 секунды. Две шайбы. Но Ян Коварш тоже сегодня два результативных балла. Вот шайбы, когда Мазякин забрасывал, кресли Ян Коварш в ассистентах. А у Казионова Сергей Терещенко. Да, отмечали мы эту прекрасную передачу. Бросок! Вольский. С другой стороны, да, Сергей Иванович, сейчас прям вот ощущается, да, что назревает шайба в какой-то степени в ворота Динамо уже и четвертая. Но своей игрой в первых двух периодах мы можем, наверное, говорить о том, что, ну, хотя бы очко-то заслужили сегодня минчане. Как вам кажется? Если будет ничья в основное время, это будет справедливо тоже. Мне тоже кажется. Но с другой стороны, это сейчас одна ошибка у Магнитки. Минск может забить. Но опять же Мазякин сейчас на подъеме. Ну, вообще-то хорошо играет. Просто, может быть, не суперидеальная форма, но он в порядке. Ну, все, 11 очков человек уже набрал. Это при том, что вот Магнитка так мало забивает. Вот этот исторический момент. Еще раз, дорогие друзья, Сергей Мазякин. Ну, сейчас реально главная звезда континентальной хоккейной лиги. А если так разобраться, то и все последние годы, и его... И статистика играет, и качество игры, и лидерские качества. И две победы Магнитогорска в Кубке Гагарина. Ну, понятно, что огромная заслуга в этом Сергея Мазякина, да. Действительно, самое главное, вот эта стабильность, да. Что может игрок выстрелить, да, набрать там 60-70 очков, а следующее сезон у него будет 25. Мазякин – это каждый год стабильность и... Просто игра на высочайшем уровне. Ну, а поговорку, что стабильность – признак мастерства никто не отменял. Вот он, Сергея Мазякина. Стабильность на высочайшем уровне – это признак высочайшего мастерства. Серый молочек, мастерюга – красавец. Да. Ну, и, конечно же, сейчас настроение на скамееки Минского Динамо. Очень осторожное. Расстроились, конечно, может быть, где-то, что так быстро упустили нити игры. Еще раз повторимся. 32 секунды и две подряд шайбы Магнитогорска. Вот он, Крэйк Вудкрофт. Знакомство с обладательной Кубкой Гагарина. Это еще Зарипова нет. Окончательного знакомства с этой первой зубодробительной тройкой не получилось. Опа! Еще одна помощь, по-моему. Две минуты, но он говорит, чуть-чуть коснулся борта же. Чуть-чуть коснулся. Нет. Рэв говорит, Ли, давай, езжай. Да, кстати, вот Крис Ли уже в этом третьем периоде второй раз оказывается в штрафном боксе. На две минуты оставляет свою команду в меньшинстве. У него не третье было удаление сегодня. Все он в первом периоде был. Да, два удаления в третьем периоде. И одно в первом. Все правильно, три. Да еще судьи тут просили ему, когда он там ударил. Когда он подружки ударил, да. Второе подряд большинство для Минска. Это на руку, конечно, команде гостей. Но пока у них вот предыдущее большинство совсем уж не заладилось. Вот сейчас быстро расставились в зоне. Пока без бросков. Костится мощно. Но точности не хватает. Костится. Ну, тут же комбинацию делали. Но, видите, уже здесь. Тимкин хорошо, да. Прочитал и успел подставить клюшку. Так развернул корпус тоже Степанов. Очень неплохо. Упускает шаеву Марк Андре Граньяни. И сам же вкатывается в зону. Матерухен. Костицын. Матерухен. 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 И попадет ему там в домик Но Скривенс так прижался Сказал, мне не дам шанс Да, были, были сейчас варианты Да, ну а усталость никто не отменял Видно, что уже не так быстро Вот какое-то, да, лишнее движение при обработке шайбы Вот потеряно доли секунды И уже вот нет вот этих вот быстрых атак Минска Ну и потом, все равно в голове сидит Да, сейчас не надо пропускать, не надо пропускать Поэтому вот так Да, пропустим все Ну, конечно Большая вероятность, что уже отыграться будет тяжело Ковершин не успеет, конечно, к этой шайбе Кулаков Ковершин борется Магнитка хорошо выходит из зоны Сейчас четко Кривенс сыграл Клюшкой Да, ну в общем-то, как второй, большинство второго периода, так и третий Под диктовку магнитки проходит Большое преимущество по броскам Но пока Минск сдерживает Давление 3-3 Костицын Прочитали опять Филиппи 3-2 Атаке Не очень хороший пас, ну дадут там Нет, прижал у Роталь, не будут давать А в принципе, и Тимки нацепляли, конечно Но не слишком удачная передача у Филиппи, конечно, получилась тоже Ну вот момент у Мазякина Сейчас зачастую Сергей еще больше паузу делает Еще там шаг Тем более у него, как бы, этот элемент, кораблик У него здорово получается, когда у нас вот и 4-3 Вот и 4-3 Вот и 4-3 Терешенко бросал, подправили или нет, посмотрим Вот вам и магнитка Все перевернуло с ног на голову в третьем периоде команда Майка Пеллино Бросок Ну не знаю, кто-то Казионов там не коснулся Да, ну там, возможно, бы игрока Минска попала с шайбой Вот сейчас, по-моему, там крайчик был Ну пока давайте поздравлять Казионов-то точно закрывал Пока будем поздравлять Сергея Терешенко с третьей уже заброшенной шайбой за магнитку в этом сезоне Красавец, Сереги Еще один Сергей Красавец Да, Сереги сегодня жгут у Металлурга Терешенко уже в этом третьем периоде и отдал, и забил Да, 4-3, вот это да Вот все-таки В современном мире спорта больших побед и достижений, конечно, вот Ну без физики куда Тут на одном мастерстве уже, к сожалению, не уйдешь И вот третий период это показывает, что Минск очень серьезно устал Ну опять же, все время полосатая же у нас там и жизнь, и там, как бы события Вчера вот все повернулось лицо к Минску Сегодня отвернулось, пока, по крайней мере, от Минска Вчера он за три минуты до конца две шайбы забили, обыграли трактор Сегодня он в третьем периоде уже три 0-3, да 0-3 в этом периоде уступает И дальше Магнитка идет вперед Да, сейчас тут вынуждены все-таки даже немножко раскрываться Минчане И при такой игре, при таких кондициях, тут даже такое ощущение, что ближе будут Магнитогорцы к тому, чтобы сделать счет 5-3 Ну посмотрим Шенкевич дальше Самсонов Отбивает перед собой Ну а болельщики, понятно, сейчас гонят команду вперед Ошибка, но нет, тут, конечно, нельзя было трогать шайбу Ну а Минск сейчас тяжело, конечно И Пелину надо что-то делать Ой, простите, и Вудкрофту надо что-то делать Ну и Самсонова, да, сейчас при такой игре сложновато Давайте посмотрим, да Он молодец Такой непростой бросок Ловушку поставил, не смог зафиксировать Но главное, шайбы не попал в ворот Нет, еще самое главное, что сейчас его не так часто беспокоят Да, но, то есть редко-деметко надо вступать в игру И опять бросок опасный Но, с другой стороны, Минск уже почаще в зоне сейчас играет И, то нельзя сказать, что там его не беспокоит Он все время в стойке должен быть, вот видите даже Так, уже он в игре, по крайней мере, да, бросков не так много Прямо до него доходит, но он в игре Гаврос Вступает в борьбу Гаврос Стараются сейчас сами себя взвинтить в Минчане Но это, кстати, Андрей Степанов Вот так выделил сейчас своей активностью Нельзя было входить в зону Перехват Косов На Казионова Бросок Здорово В плечо, по-моему, с Кривенцу шайба попадает Магнитка умеет играть по счету И сейчас Пять минут будут тяжелые для Минска Проброс сделал сейчас Хабаров Там не было варианта Там подкидку сделал, но все равно слишком сильно получилось Сергей Терещенко, автор четвертой шайбы Виктор Антипин и Дмитрий Казионов Ассистент Да, хороший бросок На дубль заходил Казионов Денис Денис Казионов Который одну шайбу уже сегодня забил И сейчас вот хороший бросок Магнитка шайбой И опять два в один Хорошая подкидочка По замыслу, но не по исполнению Да Ну и успели там вернуться Защитники Минского Динамо помочь Вот в этой ситуации почему не бросить по воротам Ну, партнер бежит со всех ног Бросай в щитки Вот, ну, именно не в угол, а прямо вот в домик бросай Она не забьешь, так она скотчет перед воротами Никита Комаров сейчас очень неплохо при входе в зону бросал Рядом со штангой пролетела шайба Сейчас не пускают Мазякина Меняются манитогорцы Мазякин Навязывает мельчане борьбу Им ничего не остается Надо постараться из последних сил Активно сыграть в концовке Но ноги уже не бегут Смотрите назад Бэлен Падает Костицын А вот и шанс на мяту А вот сейчас посмотрим только две минуты Да Ну, чистый, конечно, Бэлен цеплял Вернее, задерживал Он недоволен Да не сильно его цеплял Все, ну, пол Давайте посмотрим повтор Задержка была Ник Бэлен на ваших экранах А защитник Минского Динамо Вот так вот от борта Передача И Сбивает он Тимкина Вот как раз это та ситуация Когда и Так и Симуляцию похоже тоже Вот в принципе нарушение было Но и такой Стопилограммовый парень Там Вот так вот падает Всем видом показывает Вот эти некрасивые моменты Конечно Такой элемент не стоит Там Такого огромного штрафа Денежного Но просто Ковар Ковар Сейчас не попадает По сути в пустые ворота Хорошо все разыграли Волнитогорцы Не получается бросок Но вот даже давайте Посчитаем Где-то Меньше двух минут Если даже и выдержит Минчане Будет у них на то Чтобы попытаться Спасти эту встречу Мазякин Переводит на дальний борт Шайбу Так тут 5 на 3 Бы не остаться Минску Ковар Мазякин Ковар Не спеша Доверного разыгрывают Нали передача Мазякин А клюшка сломалась Или выпала Можно ли ее трогать Смотрю Она лежит Она явно мешает Если она сломана Ее можно откинуть Если она не сломана Ее нельзя трогать Трудно сейчас сказать Боленщики Включились Скривенс выручает Кулаков Заигрался немного Четко Четко сейчас сыграли Последние секундочки Меньшинства Меньчане Ну и Магнитогор тоже понимает Тут рисковать нельзя Там Самсонус Уже стучит Сейчас выйдет пятый Защитники откатились Концовка игры Так они тоже Наверное Вспоминают Вчерашнюю игру Вчерашнюю игру В Челябинске Не-не На те же грабли Не наступим Или наступим Что такое Там просто Опасная игра Клюшка Просто игра Высокоплодная Да-да-да-да-да-да А причем И главный судья И Лайсман А тут нет Прошла бы передача Тут хорошо Кулаков успел Сам последний момент А вот тут конечно Коварш Ну Имел все шансы Но мешал там Защитник Все таки Это уже Хоть и не вратарь Но тоже много места Полевой игрок занимает А с другой стороны Вот принимал Платонов И он сразу Уже на неудобную Брал Он сразу Уже изначально Было понятно Что не настроен На бросок Берет Токрайк Вудкрофт 30-секундный Тайм-аут Этим пользуется Имак Пелину Конечно Но он Кстати Даже когда Илья Воробьев На скамейке Пелина Пелина Да Дает там Указания Тактика Последних минут За ним Да Вот Удовлетворенный Уже Кошечкин Уже Подбодривает Народ Уже Не так Все плохо Да нет Главное Чтобы команда Победила Это все забудется Вот видите И вот отношения Такие нормальные И об этом много писали Что у Самсонову С Кошечкин Вообще Вот такой Очень хороший Командный дух Между собой Поддерживает Друг друга Другу подсказывает Вот мы это Четко видели Сейчас Да Сейчас хороший Был показательный Эпизод Но несмотря На пропущенную Шайбу Тут вообще Нет никаких Претензий К Самсонову Лился В тяжелый матч Будем откровенно Здорово Молодой Галкипер И в любом случае Дебют Ему удался В этом сезоне Итак Смотрим Что же Менчанин Пока Скривен С воротах Ну надо же Привести шайбу В зону А магнитка Не так-то и дает Свободно там Разогнаться Войти Надо хотя бы Забросить Вот сейчас Возможно И уже Побежал Наверное бежит Посмотрим Да Уже в шестером И вот Вот он Провальчик И колебник Забивает свой гол Не первый В пусты Молодец Выстав Но он здорово Выходит в эти моменты Важные Он в обороне Играет И парень Так пришелся Ко двору Магнитогорский Изорский Его взяли Но сам он Ангарский Вот смотрим На пустые ворота Передача Там уже Скривенса Нет И 5-3 4-0 Выигрывает Третий период Магнитка Платонов Не пожадничал Отдал Молодец Денис Великолепно Еще кто-то Из защитников Там пас отдавал Да Владислав Колетник Делает счет 5-3 Это конечно Уже Победа Победа Колетник Третью шайбу Свою Да Вы видите Забрасывает Уже Набирает Третье очко За Металлург В этом сезоне Казионов Мазякин Терещенко Колетник 4-0 Выигран Третий период И 5-3 На табло В пользу Магнитки Шикарная Домашняя серия Металлурга Да Вот это Знакомство С Южноуральским Магнитогорском Со знаменитой Магниткой Да Ну наверное Не предвещало Именно такого развития событий Все-таки Уверен Достаточно Минск играл 3-1 И по крайней мере Ну рассчитывать на очки Это было как минимум Ну с другой стороны Не надо забывать Что это Чемпион страны Аблазия Кукуя Гагарина И Там не такие команды Обламывали зубы А Металлург Убрасывание Кавершин выигрывает Ну и последние секунды Да Будем Сергей Геннадьевич Говорить откровенно Этого матча Хотя тут вот Заварушка На Самсонова Там падает Игрок Минска Но прижимает Ну не старался Там нанести травму Хотел забить Что ж Не получилось Ну Сказалось Вот теперь мы ощущаем Что действительно Сказалось То что это Для Вчера я играл Не Ну так вот Не ну это Прям явно Конечно Конечно Они прям Вот подседали И уставали И все Медленнее двигались И Магитогорск Прибавлял Плюс наличие Супермастеров Плюс Опять же Плюс быстрая Шайба В начале Периода Все сложилось Пазл в пользу Магнитки И дорогие друзья После этой победы Металлург набирает 16 очков И Выходит На второе место Обходит Екатеринбургский Автомобилист Становится Лидером Дивизиона Харламова И момент Ты смотри За секунду За секунду До конца Менчане 4-5 Но тут только Мы можем сказать Спасибо Молодцы Менчане Боролись до конца Мужики Так что-то мы там говорили Не результативный матч Там в начале Там Да Что там Что-то наибнок Заброшает Не будет А тут же Такой мешочек Там Мешочек здесь В сумме 9 Нет Ну кто ожидал Что такой будет взрыв В третьем периоде Никто не ожидал А этому взрыву Предшествовала Все-таки Усталость Минска Ну и сами Магнитогорцы Естественно Тоже молодцы Тут мы не будем Ничего говорить Все Металлург Лидер дивизиона Харламова Поздравляем Команду с победой И конечно же Сергея Мазякина Нового рекордсмена 429 шайб У него И обошел он Борис Петровича Михайлова Большое спасибо Дорогие друзья Всем за внимание Вместе с вами За ходом этого матча Наблюдали Сергей Навильевич Гимаев И Олег Масалев Всего вам доброго До новых встреч И любите Вот такой Яркий Хоккей Итоги матча подводит Тренер команды Виктор Козлов Виктор Николаевич Победой вас И вашу команду Можно сказать Что в третьем периоде Успех В этой игре Предрешили 32 секунды На старте Третьего периода Почему Так удалось Хорошо переломить Хоть матч Знаете Надо отдать должное Ребятам Они молодцы Не сдались Сверились до конца Что могут выиграть Этот матч И Надо похвалить их За это Ваш тренерский штаб В начале второго периода Принял нестандартное решение Поменяв Кошечкина На Самсонова Почему Это было сделано Нам пришлось Сделать Что взбодрить команду Что ребята Почувствовали Что ничего не потеряно И что мы можем Выиграть этот матч У Крис Али Сегодня три удаления Что с ним Произошло В сегодняшней игре Ничего страшного Бывает такое У нас неплохо Сегодня сыграли В меньшинстве И Забили в нужный момент Войтек Вольский Забивает Третий матч подряд Каковы его шансы Закрепиться В первом звене Металурга Вы знаете У нас Войтек Очень хороший игрок Не секрет Здорово Что он начал забивать Здорово Что он возвращается После травмы И Три гола В трех матчах Неплохие шансы Остаться в первом звене Спасибо Еще раз победу Спасибо вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok